Я думаю, телезритель мгновенно узнает нашего сегодняшнего гостя, но абсолютно уверен, что очень мало кто из них имеет представление о том, чем он занимается последние шесть лет после ухода из большой политики. Пока мы не показали нашего гостя, можно интригу поддержать, но тем не менее. Режиссер, фотограф, тележурналист, телеведущий Сергей Естржемский. Здравствуйте. Здравствуйте. Именно так. Кинорежиссер, журналист, телеведущий, но, собственно, в совсем недавнем прошлом. Политик-дипломат, пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина и помощник президента России Владимира Путина. Сергей Владимирович, вот из политических джунглей люди, как правило, выбираются большим трудом, потому что очень много лиан, которые цепляют и тянут назад. Вы, ну, по крайней мере, чисто внешне, очень легко вышли из этой ситуации. Причем, я так понимаю, а Иваски тогда в вашей жизни еще не было. Вот как вам удалось так легко закрыть дверь в прошлую жизнь? Или, может быть, это вот мнимая и показная легкость? Да, действительно, этот вопрос не раз уже звучал в самых разных аудиториях. Ну, наверное, это было такое внешнее, да, наверное, восприятие того, что произошло. Хотя само решение, оно, конечно, созревало ни день, ни два, ни месяц, ни год. Потому что надо было решиться на то, чтобы нырнуть в совершенно другую действительность после 30 лет государственной службы, а это все-таки что-то-то, да значит, из них 10 лет в Кремле. Поэтому помогли просто какие-то вот увлечения. И вот эта фотография, прежде всего, когда я начал где-то с 2000 года брать уроки вначале у профессионала, потом сказали, что-то получается, потом появились выставки, потом появились продажи. Короче говоря, когда я понял, что, в принципе, я хожу по одному кругу уже очень давно, и мне не хватает вызовов в этой жизни, надо было на что-то опереться. Я выбрал фотографию в качестве такого рычага для прыжка в новую жизнь. Ну, а дальше пошло документальное кино. Мне кажется, вы сейчас даже, когда говорите, вы как будто бы подбираете слова. Это вот такая закалка с тех времен, когда надо было каждое слово, которое вы говорите. Это слово не просто Сергея Строжемского, это некая позиция. И вы, как человек, я так понимаю, общительный и увлекающийся. Как вы вообще до такой жизни дошли? Как вы себя удерживали? Ну, это такой внутренний редактор, самодисциплина, когда вы действительно отвечаете за каждое слово. Но помогла, прежде всего, школа студенческая лекторов-международников, которой я занимался. И к моменту окончания МГИМО у меня за плечами было порядка 300 лекций публичных. Причем в самых необычных аудиториях, скажем, читал лекции на открытом воздухе в лагерях перед заключенными или перед персоналом психиатрических больниц. Понимаете, это была система общества знаний. У них был штат профессиональных лекторов. Ну, в том числе они опирались на штат МГИМО, МГУ, крупнейших вузов. Ну, и молодых ребят куда не бросали. Конечно, наиболее такие аудитории колючие. Ну, это была замечательная школа. Потом, когда я, говорю, начал работать в МИДе, пресс-секретарь МИДА, директор департамента информации и печати, у меня каждые два дня или три дня был брифинг публичный, а потом с Борисом Николаевичем. То есть у меня не было никогда никакого страха перед аудиторией за счет того, что я начитал перед такими аудиториями. Да, что там журналисты говорят, слушайте, вы как-то очень легко вошли в роль пресс-секретаря. Ребята, я говорю, да я читал перед такими аудиториями, что вам и не снилось. Вы знаете, я недавно перечитывал Фаину Раневскую с ощущением, что очень многое и далеко не лучше ей приписывается. А вот эта волшебная фраза, что уже последовали неопровержимые опровержения, это были или легенда все-таки? Нет, ну таких фраз не использовали, хотя, в принципе, наверное, могли использовать для шутки. Дипломаты шутят? Да, что если вы будете работать на таком сленге, то очень скоро у вас будет такая репутация, которая вас просто похоронит как профессионала. Есть такая известная фраза, которую приписывают то Гейне, то Бисмарку, то Фридриху Великому. Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Вот ваша сегодняшняя страсть и любовь к путешествиям очень вдали от исторической родины и к африканским животным, она имеет ту же природу? Да нет, я не могу сказать, чтобы я уж так разочаровался в племени людском. Вот, но многие же наши фильмы о людях, просто о других людях, о людях, которые живут в других измерениях, в других цивилизациях даже, можно сказать, и в другом часовом историческом поясе. Почему вдруг именно те люди вас заинтересовали? Ну, меня заинтересовала Африка, потому что и не только Африка, мы снимали и во многих других экзотических местах, куда добраться очень сложно. Поскольку я сталкивался с этими людьми на охоте в Африке, они работали у меня следопытами, там, масаи, пигмеи, бушмены, но у меня не было времени разобраться в них. Я видел, конечно, фантастический уровень мастерства, как они читают саванну как открытую книгу, как они находят среди тысячи там следов переплетающихся след именно той антилопы, которая там подранена и ушла. Это невероятная совершенно работа, чутье нюх у них, они дети леса. Когда я уже освободился, собственно говоря, для какой-то творческой профессии, то, посмотрев контент знаменитых National Geographic и Discovery, ключевых два канала, я увидел, что там есть все, кроме людей. Людей там нет. Они боятся их снимать. Там есть свои исторические причины, комплекс неполноценности многих европейцев за колониальное прошлое, за якобы ответственность за то, что они находятся, эти народы, в таком положении. В чем тоже есть определенная доля правды. У нас такого комплекса нет. У нас свои другие. У нас свои комплексы, да. Хотя бы неплохо тоже обратить внимание на малые народы Сибири. Абсолютно согласен. Они находятся в приблизительном таком же состоянии. Вот. И, собственно говоря, мне были интересны эти люди, которые оказались как бы между двух цивилизационных огней. А с одной стороны, они еще впленут своих представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. Они живут еще так, как жили и стараются жить, как жили их предки. А с другой стороны, конечно, давление невероятное от цивилизации ощущается. И с каждым днем их той жизни становится все меньше. Вообще, конечно, это любопытная вещь, как это отговаривал Черномырдин, или ему приписывают, в харизме нужно родиться. Вот ваша харизма, ваша такая, знаете, уверенность человека цивилизованного, она не мешает? Вы же не можете притвориться ими. Как вам удается этот контакт выстроить? Ну, в принципе, эти люди, они очень простые все. И там нету надутых щек, там нету, за исключением, может быть, вождей или знахарей, шаманов. Но к ним надо просто относиться с соответствующим пиететом. Ну, тут у вас опыт был. Подчеркнуто. Тут у вас опыт был большой. А с остальными надо просто общаться с интересом, показать, что они вам действительно интересны. Ну, они мне действительно интересны, это же не личина какая-то была на мне. Ну, слушайте, ну, вот вы сами вышли на эту тему. Вожди, значит, сословия такие, как знахари, неприкасаемые. Вот здесь ваш исследовательский интерес в чем проявляется? Вот есть ли природа вот этой власти, да, и стремление к ней? Вы же все-таки там были, вы видели разных людей. И первобытная ли это природа? Да, это на самом деле, это что такое? Это вот в природе человека, определенного человека? Что это такое? Нет, ну, это уже очень серьезная тема, да. Она выходит за рамки интереса моего кинематографического. Я не исследовал феномен власти. Ну, почувствовать могли. Я был сыт этим феноменом до этого. Я его наблюдал с разных сторон, поэтому мне это просто неинтересно было. Мне хотелось посмотреть, как люди себя живут, как ощущают себя в современном мире, но вот в таком окукленном состоянии. Ну, это же проще, когда есть вождь, который все решает. Это уклад, который позволяет, в принципе, им быть вполне спокойным за какое-то социальное свойство. Ну, слабым людям вообще нужны вожди, поэтому легко переложить ответственность за себя на чужие плечи. Отсюда во многом феномен вождизма, авторитаризма и талитаризма, потому что люди слабые, они говорят, какая демократия, какой рынок. Да лучше я буду бесплатную колбасу там почти получать. Это вот наш феномен. Я ушел из Африки. Ну, в принципе, это везде так, потому что религия и, извините, носители религии в виде священнослужителей, это тоже нужно для слабых людей. Ну да. В конце концов, для того, чтобы веровать и обращаться с Всевышним, у каждого свое понимание, совершенно не обязательно нужна церковь. Абсолютно. Да, поэтому это инструменты, власть и церковь для того, чтобы поддерживать баланс в обществе и для того, чтобы поддерживать, прежде всего, слабых людей. И знаете, аналогия меня тоже не отпускает. А вот каков самый драматический момент в вашей карьере путешественника, исследователя, охотника и в вашей политической карьере? И, собственно говоря, где драйва и экстремы больше? Ну, в политической карьере, ну, там действительно были моменты такие космические в работе, прежде всего, пресс-секретарем президента, потому что очень часто Борис Николаевич допускал... Работал с документами. Ну, это работал документ, это моя формула. Это когда я... Я говорю, он очень часто работал с документами. Когда я все контролировал, это было все хорошо. А вот когда я не мог контролировать, а он выступал иногда импровизационно на публике, вот это бывало иногда очень сложно потом объяснять то, что он имел в виду. Такие ситуации бывали. Но это были замечательные профессиональные вызовы. Что касается приключений, ну, знаете, столько было интересного и трудно даже что-то выбрать. Ну, а так, чтобы вспомнилось, как это говорят, в одно мгновение пронеслась вся жизнь перед глазами. Ну, а уязко тогда. Многие зрители не знают, что такое ауязко. А уязко это... Госнаркоконтроль нам тут претензий подъявлять не будет. Это напиток, да, который принимают многие тысячелетия... Рианодухов. ...в Амазонии, да, в Перу, в Боливии, в Бразилии где-то. Прежде всего, жители племена, живущие вдоль Амазонии. Это естественный напиток, собранный из разных трав и так далее, который имеет лечебные свойства. И даже грудным детям добавляют материнское молоко, капельки этой ауязки, для того, чтобы подготовить их к серьезной жизни. Люди лечатся с помощью этого напитка. В частности, онкология лечится на самых тяжелых стадиях. Приносит удивительные результаты совершенно. Либо принимают их в профилактических средствах, целях. Вот я принимал как раз в профилактическом плане. Сейчас тоже такая очень важная тема. Традиции, культуры. Мы очень много говорим об алкоголизации, о всех этих разных традициях, когда одни национальности спокойно могут, как шотландцы, закопать этот виски и не трогать его огромное количество лет. А мы свежий самогонщик. Вечером закопаем, ночью, ночью. Вот здесь, например, для вас какие-то открытия издалека. У нас же обычно все писатели. Они как бы когда издалека, они так... Эх, вот ведь что тут такое. Есть какие-то здесь открытия? Вот что это такое? Зачем человеку нужно куда-то за грань вот этого разума, сознания уходить? Ну, конечно, открытия были, поскольку мы снимали, вот я повторяю, в Африке мы начали. Мы сняли 20 с чем-то фильмов в Африке. Ну, это документальные фильмы. Либо мы снимали в Папуа, Новой Гвинеи, либо снимали шаманские традиции в Южной Америке, потом в России. Прежде всего, это, конечно, параллели. Вот то, что называется кросс-культурная антропология, история и так далее. Это очень интересное пересечение. Кросс, вы сравниваете шаманские традиции Латинской Америки и собственные... Наши, ну, ведьмаки там, эти ведуны и прочие сюжеты. Да, вы видите, что это, в принципе, одно и то же, по сути своей, да? Это же шаманские традиции, они были везде. Это вуду, это тоже в определенной степени шаманизм, но только на африканский манер. Это предрелигия. Что такое шаманизм? Это предрелигия. Все религии выросли из шаманизма. Просто одни об этом до сих пор помнят, и об этом говорят открыто и спокойно, а другие делают вид, что... Как будто бы они вообще свалились сразу с каких-то высших цивилизационных полочек. Нет, и в православии очень много от шаманизма. Ну, если хотите, от язычества. Это до сих пор сохранялось. Поэтому, конечно, эти сравнения, они неизбежны. Потом вы видите отношения этих людей и природы. Это тоже одно и то же. То есть они сильны тем, что они не порвались природой. Они чувствуют. Они просто часть природы. Они дети природы. Для них природа – это часть их самоощущения, самосознания, самоидентификации. Они никогда не будут воевать с природой, что мы себе позволили, особенно в период большевизма. Нет таких крепостей, которые не могут взять большевики. Повернем реки вспять. Весь этот маразм, который потом мстил людям. И мстит до сих пор. Потому что природа никогда не допускает насилие над собой. Она обязательно отвечает. Там это невозможно. Там невозможно пойти в лес и убить все живое, ради того, чтобы на сегодня насытиться. Они возьмут ровно столько, сколько им нужно сегодня. Другое дело, что они пойдут и завтра, если это нужно. Но они живут этим. Но они никогда не будут. Даже браконьеры. Вот мы снимали фильм о браконьерстве слонов. И делали интервью с браконьером. Ему 25 лет в Кении. Который сегодня уже охраняет слонов. У него на счету 157 слонов. Он гордился тем. Он об этом рассказывал нам. Что мы никогда не убивали всех слонов. Потому что нам надо думать о завтрашнем дне. А позавтрашнем мы должны их охранять. Потому что в этом будущем нашей семьи. Вот там сомалийские. Там Аль-Шабаб приходят террористы. Они крошат всех подряд ради слоновой кости. А мы убивали этих сомалийцев. Для того, чтобы защитить наших слонов. Вот отношение к природе какое. У нас, у населения, как они говорят, французы называют, «les peuple premiers». То есть мы называем первобытные, ну может быть похожие. То есть первичные народы. Это те, кто были до нас. Когда мы пришли на эти территории. У них такое же отношение к природе. Они то же самое не будут брать лишку. Они возьмут только то, что нужно. Но другое дело, что цивилизация, придя на эти территории, начинает им диктовать свое уже понимание отношения к природе. Но они же понимают, что наказание будет оттуда. Оно будет не от вождя и не от какого-то рода племенного начальника. Он не думает о наказании, он сделает правильно. Потому что все делали так. Они пошли и взяли антибиотику. По природе. Я же не случайно здесь. Мы всегда переводим это в наказание. И даже в религиозном смысле. А надо как-то сделать так, чтобы это было естественно защитить. Защитить, преумножить. Вот как это? Вот как. Они, например, перед тем, как идти на охоту, они просят разрешения. Но то же самое у нас в Якутии или Бурятии, Байнаю. Значит, костер, туда бросают кусочек хлеба, сало, масло, такой бутерброд. И обязательно покропят алкоголем. Ритуальные вещи. Попросят разрешение на добычу. Потом, каждый раз беря добычу, они просят извинения. Прощение. Прощение за то, что мы тебя убили. То есть они как бы перед духом животного просят извинить их, чтобы на себя тяжелую энергетику не брать. Поэтому это в культуре у них. Это передается не в книжных знаниях, это не священники передают им. Это в культуре. Это от матери, от отца передается в поколениях. Поэтому это очень важно. Вот тебе ответ, что это с молоком матери. В продолжение разговора о холистической медицине я с интересом жду выхода целителей мира. Когда это может появиться, кстати? Не сыпьте соль на рану. Хорошо, давайте не буду сыпать соль на... Я скажу, что очень много отсняли. Не хватает, по сути дела, не хватает съемок только с пиотом. Это такой кактус. В Мексике там очень сильные традиции. Ну и не могу подойти, подобрать ключи к североамериканским индейцам, пока не удается найти хорошего сталкера, который приведет туда. Объяснители, да. А сейчас мы начали снимать фильм о преступлениях против живой природы. По объему средств, которые ворочаются и вращаются вокруг преступлений против дикой природы, это на четвертом месте в мире после торговли наркотиками, оружием и людьми. Четвертое место это преступления против дикой природы. Объем варьируется от 10 до 20 миллиардов долларов, миллиардов долларов в год. Это слоны, это часть этой проблемы. Поэтому шаманизм это вечное. Я так понимаю про себя, что это не убежит от меня. Опасным делом занимайтесь, Сергей Владимирович. Я бы закончил тему целителей. Вот с чем абсолютно невероятным вам пришлось встретиться? Было что-то такое? О, яско. Опять яско. Ну, очень сложно объяснить. Все, придется в бассейнамазония. Очень сложно объяснить людям, не принимавшим это. Нужно время для того, чтобы это подробно объяснить. Но, если говорить суть по сути, то... Перезагрузка случается организмом? Вашего сознания, прежде всего. То есть, это работа на уровне вашего подсознания. И перед приемом этого напитка вы должны поставить себе там 2-3 задачи. Там очень длительная подготовка, очищение организма и так далее. Но вы должны себе поставить 2-3 задачи, ради чего вы сюда пришли. И почему вы сюда пришли, это не просто выпить чашечку там чая, расслабиться, кайфануть. Должна быть целеустановка. Либо вы лечитесь, у вас серьезные реальные проблемы. Либо вы хотите какие-то проблемы предотвратить. Вы чувствуете, что у вас есть какие-то слабые точки. Либо у вас есть психологические проблемы. Либо у вас есть финансовые проблемы. Вы должны понять, что вы хотите от этого духа напитка, да? От духа Лианы. Ну, вы должны какую-то задачу перед собой поставить. И потом вы с удивлением обнаруживаете, что эта задача решена. Вот ваш переворот в сознании от... Вы же были страстным охотником, а сейчас... Я остался. А как это можно совмещать? Одно вытекает из другого. Значит, я бы не занялся проблемой защиты слонов, если бы я не был охотником и не окунулся в ту совокупность проблем, которая возникла в последние годы в Африке, когда это браконьерство достигло фантастических размеров, когда слон гибнет каждые 15 минут и 90 слонов в день убивают последние три года. Дело в том, что... Я вот скажу эту... Люблю говорить эту фразу, но она действительно очень парадоксальная на первый взгляд, но она абсолютно верная. Она подтверждена экономически, финансово, статистически. Единственный шанс для дикой природы сохранить себя для будущих поколений – это сохранение трофейной охоты. У животных нет другого шанса, чем выживание без трофейной охоты. Жители, которые живут вместе с этими животными, мы же там не живем, они видят в этих животных материальную и финансово-экономическую ценность. Ну, это мы так говорим на этом языке. Но они понимают, что эти животные нужны им для того, чтобы получить деньги. И существует механизм перераспределения этих средств. И когда люди видят, что в конце охотничьего сезона появляются компьютеры в школах, появляются колодцы, где-то прокладывается дорога, где-то появляется медпункт, это благодаря тому, что есть эти животные, их завтра не будет, все это ищение. Все закончится. Вот тогда начинает работать система conservation, то, что называется, сохранение. Не защиты, а сохранение. Потому что сохранение – это разумное использование природы. Вы берете что-то от природы, но только самую малость. И вы платите за это. Таким образом вы обеспечиваете сохранение популяции. Видите, я сразу возбудился. Когда вы говорили, прям вообще развернув в другую сторону, в женскую, на же женщины смотрят. Вы одним из первых были в политическом истеблишменте, или там, скажем, на экране, кто разительно отличался по стилю, по элегантности, по модности, скажем так, и гламурности, которая как термин возникла позже. А у племен, с которыми вы общаетесь, есть такие понятия? Конечно. Только они, там есть фантастическое ощущение моды, просто потрясающее совершенно. Да, значит, ну, например, как женщины берберки, носят красивые очень шали, загорелое лицо, тело, но до тела там не досмотреться, потому что сегодня это мусульманская религия, там господство. Раньше они были христианками когда-то при Византии. Вот так. Вот как они это одевают, как они это носят, это фантастически красиво. Или племена, которые проживают на юге Эфиопии, на границе с Суданом, Южном и с Кении, которые используют естественные краски, глины разноцветные для украшения своего тела, или искусственно уродуют себя. Это называется шрамирование, да? Когда они, значит, там, кактусом, или, извините, акацией, вернее, правильно сказать, поддевают кожу, потом срезают это бритвой, и туда запихивают еще иногда личинки, либо какие-то убитых жуков. Да, рецептик записывай. Да, потому что это все должно быть красиво, выпукло, и ты должен отличаться от всех остальных. Это делают на груди, это делают на лице, это делали на носу, или прокалывают нижнюю губу, и потом постепенно эту дырку увеличивают, 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 для того, чтобы поставить туда потом приблизительно вот такую, даже эту маленькую, тарелку, да? Эта тарелка, чем больше тарелка, тем больше семья получит на свадьбу скота за невесту. Как говорится, раскатать губу побольше. Да, совершенно верно. Вот, поэтому понятие красоты у них отличается от наших. Ну, это очень красивая, от природы идущая красота. Или девушки химба, там есть фантастические совершенно красивые женщины. Вот это племя, проживающее на севере Намибии, на границе с Анголой. Вот, и холодные очень ночи, горячие дни, жгучее солнце. И от холода, и от солнца они себя защищают кремом, который сделан из глины и кислого молока. Да, это все накладывается, поэтому запах, конечно, не самый лучший, не Шанель номер 5, но эти бронзовые тела, особенно еще незамужние девушки, ну, просто это смотреть невозможно. Настолько это красиво. И плюс грация, пластик. Грация, естественно, африканская пластика, эти миллионы косичек, которые они делают из себя на голове прической. Ну, не портит их цивилизации. Портит еще как. Она их, во-первых, уничтожает, потому что многие из них просто не могут приспособиться к цивилизации. Что они берут от цивилизации, прежде всего, если есть возможность, это алкоголь и наркотики. Более того, во многих африканских странах, к большому сожалению, титульные нации, это самые крупные племена, которые стоят у власти, они не заинтересованы в сохранении этих малых народов. Они относятся к презрениям к ним. Совершенно напрасно, конечно, и вытесняют их на обочину жизни, выдавливают из лесов, из национальных парков, и постепенно они исчезают. А что должны делать международные организации в этом случае? Ничего. Международное сообщество, если вы имеете в виду, не организация, а сообщество, наверное, конечно, может по этому поводу что-то говорить, давать гуманитарную помощь и так далее. Но пока этого осознания, то, что вот это разнообразие этносов, это и есть богатство страны, не войдет, собственно говоря, в сознание правящих, вы ничего не сделаете. Они сделают вид, что они с вами соглашаются, они примут в эту гуманитарную помощь, в основном они ее разворуют, ничего туда не дойдет. Коррупция – это страшный бич Африки. Коррупция – это страшный бич Африки. Красиво, да, еще одно. Коррупция – это гистер Жемского. А многие думают, что и не только Африки. Я думаю, это вопрос для вас ожидаемый. Более того, в той или иной форме он, наверное, вам задается в любом интервью. Вижу, что вы совершенно искренне переживаете из-за вымирающих африканских животных, из-за племена исчезающие. А есть здесь, в России, что-то, за что вы переживаете? Ну и вообще-то мне проще оставаться на африканской почве. Я догадываюсь. Вот, поэтому, конечно, я переживаю здесь. Я же все-таки сын этой земли. Естественно, я переживаю за многое, что здесь происходит. И многое мне не нравится, что здесь происходит. Вот, но это уже… Но менять джунгли Амазонии и Черного континента на политические джунгли, я вижу, вы категорически не собираетесь. Да, я уже 30 лет отдал этому. Если у меня была бы еще одна жизнь, я, может быть, это поменял, ладно. А так нет. Выпускники МГИМО такие же сегодня? Разные. Все-таки каждая эпоха рождает, наверное, свой стандарт. Или те, кто вне стандарта. Выпускники МГИМО, они дети своего времени. Дети времени в данном государстве, в данном обществе. Они не могут быть… Иными. Иными, да. Поэтому это очевидно совершенно. Как бы мы не хорошо или плохо не относились к марксизму, но постулат о том, что жить в обществе и быть свободным от него невозможно, это, к сожалению, правильно. У меня есть всего лишь один вопрос. Вы считаете себя счастливым человеком? Удачным, успешным? Каким? Ну, не хотелось бы сглазить. Но пока тфу-тфу, все складывается. Сергей Владимирович Естржемский. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.